МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Певица не раз гастролировала в Японии, в Южной Корее, в Испании, в Великобритании, Франции, Германии. Выступала перед королевскими особами. А вот сейчас ее услышит Архангельск, Новодвинск и Северодвинск. Востребовано ли классическое оперное искусство в небольших губернских городах? Спросим у самой Примы. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Ну вот вам вопрос, востребовано ли все-таки классическое оперное искусство? Безусловно, оно востребовано. И особенно оно востребовано, как вы сказали, в губернских городах. Потому что, на мой взгляд, здесь нехватка приезжих артистов именно этого жанра. Оперного. Оперного, да. Потому что, как правило, мы все певцы оперной сцены, ориентированы больше на Запад, на Америку. Как бы нам раньше казалось, что там больше интерес к этой музыке, к этому искусству. Но это отнюдь не так. Вообще я из города Владивостока, это самый край. Помните еще, по-моему, сказал Владимир Ильич Ленин, Владивосток далеко, но это город Танашинский. Поэтому я из самой глубинки России. Хотя я так не считаю, что это глубинка. В каждом городе есть культурные центры, люди, которые непосредственно связаны с этим искусством. И с большой благодарностью люди, особенно отдаленные от центра города, они с большой радостью воспринимают наш приезд и искренне реагируют на то, что мы им дарим со сцены. Ну вот вы упомянули, что вы из Владивостока. И тем не менее я вас представила, и вы представляетесь, да, вас знают уже на многих подмостках, как Элизабет Энарис. Но певица Корнеевская Оксана Александровна родом из Владивостока. Откуда же родилась Элизабет? Элизабет, на самом деле, все банально и просто. Просто Оксана Корнеевская вышла замуж. Не буду говорить, что в очередной раз, но, в общем, вышла замуж. И у моего мужа фамилия Энарис. И, в общем, мне показалось, что Элизабет это более, так сказать, сценично Элизабет Энарис, чем Оксана Энарис. Вы уже привыкли, что вас зовут? Я, да, я привыкла. Я приняла, так сказать, это имя. Мне оно очень нравится, и оно мне всегда нравилось. В общем, Оксана Корнеевская тоже неплохо. Хотя многие мои друзья говорили, что зачем ты будешь менять, тебя знают в России и за границей, тебя знают, как Оксана Корнеевская. Ну, вот это черта моего характера. Я близнец по гороскопу. И мне было интересно попробовать какой-то новый этап. Новый этап, новый муж, знаете, новая жизнь. Потому что мы поехали на много лет, ну, не на много лет, там, около трех лет мы жили за границей. То есть это какой-то этап жизни был. И, ну, я не боюсь менять в своей жизни ничего, потому что жизнь дается один раз, и почему бы не попробовать себя немножко в другой роли. Да вот вы были во Владивостоке, там учились, да, и вдруг вот через какое-то время шагнули на подмостки мировой оперной сцены. Этот путь был долгий, сложный. Скажем так, я, конечно, каждый студент консерватории, он мечтает о каких-то высших, то есть он ставит для себя очень высокие цели, задачи. И слава Богу, когда появляется человек или возможность проявить себя и достичь той вершины, к которой ты стремился. Для меня первая ступень, первая вершина, скажем, недостигаемая для меня тогда еще, когда я была в городе Владивостоке, это был Большой театр. Мне казалось, для девушки, которая родилась и училась там, в Институте искусств, мне казалось, что-то недостижимое. Никогда не исполнится, да. Ну, как-то так сложилось, но я всегда старалась, я была очень, я есть, я как бы старательная, я всегда работала над собой, мне всегда хотелось достигать, идти вперед, честно делать свое дело. Я думаю, залог успеха – это в желании, стремлении идти к намеченной цели и к внутренней правде. Когда ты искренен сам с собой, когда ты искренен с людьми и идешь, скажем, не жалея себя, не держа какие-то, знаете, есть люди, которые всегда 50% вставляют себе. У меня такого нет, но это чертам, опять же, моего характера, я всегда иду прямо, открыто, и как бы дороги сразу освобождаются от всяких препятствий. Хотя, конечно, они существуют, безусловно. А кто или что, может быть, формировали ваше воззрение на оперное искусство? Может быть, поменяли то, что вы думали, когда вы были студенткой? Я объясню. Я когда училась еще в музыкальном училище, я училась на дирижерско-хоровом отделении. То есть вы дирижер по… По начальному образу, ну как, музыкальная школа, музыкальное училище. Мой отец был основателем музыкального училища города Владивостока, он сам тенор. А, ну у вас корни, да, значит, династия практически музыкальная. Ну, в общем, да. И когда я, в общем, родилась, наверное, мой путь был предопределен уже родителям, потому что с трех лет мама меня возила на гастроли, по деревням и весям. Я пела, помню, песенку про маму под баян. Поэтому как-то у меня дорога была сразу выстроена. Конечно, я сопротивлялась, я ходила на художественную гимнастику, я занималась эстрадой. А на дирижерско-хоровом отделении у нас была группа, мы пели эстрадные песни. В общем, и когда я почувствовала, что я достигла какой-то высоты в этом искусстве, в жанре смысле эстрады. И мне захотелось, мне кажется, это нормальное желание любого молодого человека идти дальше, развиваться дальше. И я, конечно, знала о таком жанре, как оперное искусство. Мне кажется, это высшая степень развития человеческого голоса. И поскольку это жанр синтетический, там не только пение, там есть театр, там есть балет. Там, в общем, все, что возможно в этом искусстве, вообще в искусстве, да, там и художники, и сценографы, и костюмы. То есть все-все-все в этом жанре оно сжато. И мне показалось, что вот если я достигну этой вершины, то я, ну не знаю, вот знаете что, интересно, я вывела такую формулу, что такое наша судьба и наше желание. Знаете, существует судьба, это однозначно. То есть существует путь, как бы предначертанный нам Богом, но наше желание, вот откуда они появляются? Почему какой-то человек хочет стать доктором, кто-то хочет стать певцом, кто-то там, ну не знаю, диктором телевидения. Кому-то в Архангельске хорошо, а кто-то стремится в Москве. Да, вот наше желание – это маяки, это такие флажки на пути нашей судьбы. То есть вот мы чего-то искренне желаем, и это тот путь, это та стрелочка, которая нас направляет по пути нашей судьбы. Желания бывают исполняются, а бывают нет? Бывает, так, бывает и нет. Ну, как сказать, истинное желание – это тот маяк, по которому ты идешь. А если оно не исполняется, значит, тебе нужно несколько лево пройти, почему? Ну, значит, ты должен обойти какой-то угол там, я не знаю. То есть вы руководствовались вот… Это я сейчас поняла, думаю, почему? Тем не менее, по наитию все равно вот шли по этим маячкам своими, да? Да, у меня была замечательная преподаватель Валентина Николаевна Рубан. Ну, она и есть сейчас, слава богу, дай бог ей здоровья. Она в большей степени сформировала мое желание и мое нахождение в этом жанре. Потому что через этот жанр… Ну, что такое эстрада? Ну, конечно, можно какие-то там ставить высшие цели, песню какую-нибудь, петь про родину, да? Воспитывать, сказать, духовно воспитывать зрителя. Да, но в большей степени мы воспитываем зрителя, человека вообще через оперный жанр, потому что там есть образы, там есть… Ну, возьмем даже просто Кармен. Да, ну вас вообще называют лучший Кармен Москвы? Ну, мне приятно, конечно, пусть так и будет, ладно. Хорошо. И что-то… Можно выйти просто петь Кармен, как вот, скажем, без второго плана. То есть вот я Кармен, вот я такая свободная женщина, свободных взглядов и так далее. Но я для себя всегда ставлю второй план. То есть когда приходит девушка, предположим, да, на спектакль. Для меня задача сыграть так Кармен, чтобы она поняла, что то, что здесь сделала Кармен, так нельзя в жизни делать. Понимаете? То есть существует сверхзадача. Вот у артиста оперного жанра не просто выйти, спеть и порадовать красивым голосом, а существует сверхзадача, которая, в общем, которую я для себя ставлю. И тогда этот образ наполняется смыслом. И тогда я для себя понимаю, что я должна делать. Так же, как царская невеста римского Корсакова, когда она травит свою соперницу. То есть у вас еще все-таки драматургия, да? Обязательно, конечно. Мне повезло вообще в судьбе встретить Галину Павловну Вишневскую. Да, я вот об этом хотела сказать. А Нислава Леопольевича Ростроповича. Причем, знаете, есть поговорка «Все дороги ведут в Рим». И так получилось, что живя в Владивостоке. Я сейчас минуточку отступлю от темы. Конечно, были моменты в моей жизни, когда я хотела уйти вообще из искусства. Потому что очень тяжело, конечно, особенно в городах нецентральных, реализоваться. Может быть, поэтому вот эти мои внутренние какие-то переживания. Почему у меня трое детей? Я родила первую дочь, потом вторую. И вот когда я родила вторую дочь, мне показалось, что, наверное, я уже не состоюсь как певица. Наверное, уже все. Ну, как бы поигрались и хватит, да? Вот. Но все равно каким-то образом меня жизнь вытащила, вот вытащила из этого домашнего хозяйства. То есть назначение свое все-таки... И вытолкнула. Причем вот в тот момент, как только я думала, что все, она меня вытолкнула на конкурс в Италию. Это был конкурс Умберто Джордано в городе Фодже. Я там стала лауреатом. Причем мне никто не... Мне даже моя педагог говорила, что, Оксана, ну зачем ты туда едешь? Ты как бы вот... У тебя двое детей. Ну оставайся здесь в городе. Они меня еще не хотели отпускать. Вот. Я уже занималась... То есть вы уже работали во Владивостоке? Да, я уже работала в институте. У меня был свой класс. И я как бы гастролировала в Японии. То есть Азиатско-Техокеанский регион. Звезда Дальнего Востока. Завоевана уже была своя аудитория, да. И, в общем, тут приезжает Царство Небесное тенор Эдуард Семенов. Тоже, кстати, из Владивостока. Тоже покоривший Италию. Но он, к сожалению, очень рано умер. 45 лет. В связи с тем, что нагрузки большие, перелеты. И сердце, видимо, не выдержало. И он мне приезжает и говорит, Оксана, слушай, там есть конкурс в Фоджи. Поезжай. Я говорю, да я как-то... Вот у меня ребенку три месяца. Я как-то ее не готова. Он говорит, да попробуй, ну что ты там... Замечательная обстановка. Там у меня знакомый мой дирижер. Я ему про тебя сказала. И почему бы тебя не съездили? Ждут, короче говоря. Ну, в общем, я говорю, да, ну давай попробую. Ну, у меня есть такой, как в характере, такая черточка авантюризма. Думаю, а почему бы не съездить, действительно, проветриться. Вот. Ну и поехала. И заняла, по-моему, третье место. То есть там даже не важны места. Ты просто становишься лауреатом, и этого достаточно. Ну и состоялась встреча. Я имею в виду... И дирижер спросил, Леонардо Квадрини, спросил, говорит, вы останетесь, это был как раз декабрь месяц, на концерт лауреатов. Я говорю, ну, конечно, раз я уже здесь, что же я домой поеду. И было три человека из России всего на этом конкурсе. Мы решили... Там неделя была до этого отчетного концерта, и мы решили проехаться по Италии, съездить в Венецию, в Рим. И вот мы, так сказать, по пути обратно уже из Венеции остановились в Рим, и увидели афишу Мистафа Ростроповича, концерт, первый концерт Чайковского, фортепиано с оркестром, пятая симфония Чайковского. Ну, мы, естественно, мы взяли самые дешевые билеты и сели там на галерку. Ну, когда мы увидели в пятом ряду, я увидела Галину Павловну Вишневскую. Ну, вы можете себе представить, где Владивосток и где вообще эти гении, где этот человек вообще был, на какой вершине, покоривший весь мир. И Галина Павловна Вишневская, это легенда, легенда. А причем мне подруга еще до этого подарила книгу Галина. И, конечно, я когда увидела этих людей, я тут лауреат, ну, все окрыленные, сзади у меня уже крылья, я уже ангел, лечу. Вот. И в конце концерта мы подошли к ней, причем, здравствуйте, Галина Павловна, она так, ой, она не ожидала услышать русскую речь. А тогда был период, как раз все в Италию ездили в основном за вещами, то есть вот это вот шоппинги были в основном. То есть на концерты на классической музыке русских практически не было. И она так была удивлена, что услышала русскую речь. И как раз это был год перед тем, как открылся, вот это был декабрь, а в мае, что ли, или в апреле, или в мае открывался центр Галины Павловны в Москве. И мы с ней буквально вот пять минут поговорили, и она пригласила, а еще такая у нее фраза была, ну, а даже по Италиям ездит, и еще и лауреатами тут становятся. Ее это так как-то вдохновило, говорит, приезжайте, вот, я вас, и мы спросили, а где можно, чтобы вы нас послушали и сказали свое мнение. Она говорит, приезжайте в Москву. Ну, на самом деле этот вопрос задавал не я, а рядом моя знакомая, которая тоже была на конкурсе. Я была просто окрылена тем, что я видела этих людей, что я могла с ней вот так пообщаться, у меня даже фотография, и, кстати, мы сфотографировались. В общем, эта фотография сыграла, скажем, основополагающую роль в том, что я переехала в Москву потом. И все, я потом, мы спели концерты, и я уехала в Владивосток, и, в общем, все, и забыла про это дело, я счастлива, у меня опять же дети, работа там, все, концерты, спектакли. Вот, и тут мне свекровь приходит и говорит, знаешь, я, говорит, в труде прочитала в газете, что заканчивается прием документов в Центр Вишневской. Я говорю, ну, наверное, не успею, потому что далеко, Владивосток, пока документы дойдут, там же нужно собирать. Ну, и опять думаю, а почему бы не попробовать? И написала, значит, записку, и фотографию вложила, что Галина Павловна, здравствуйте, извините, но я в Владивостоке, очень далеко, и если мои документы опоздают, то вы меня приглашали. Да, дело случая. Вот вы понимаете, это дело случая, на самом деле, я же не ломала какие-то стены, какие-то препятствия, просто это вот так обстоятельства сложились, у него Господь Бог так пожелал. И все, и мои документы встретил там мой знакомый в Москве, принес, и говорят, что, знаете, у нас уже закончился, а он говорит, да посмотрите, вот фотография, она сама ее приглашала. А, ну раз так-то, конечно. Ну, в общем, и все, и с этого пошло все дальше. И Большой театр, то есть Мислав Леопольдович, значит, сделал мне контракт «Гласкало», мы с ним репетировали все лето это «Черевички», опера Блачайковского, Чайковского, да, «Черевички», да. И первое, а, причем Мислав Леопольдович, много было выступлений, первое выступление было во Франкфурте на Майне, это в Германии, потом мы ездили по Волге, по Золотому кольцу, прям все вместе на корабле, это было так здорово. Мы уже сделали «Царскую невесту», спектакль, я там у Любаши пела. И вот мы все ездили, мы общались как-то вот так тесно, все вместе с Миславом Леопольдовичем, он любил очень обниматься, целоваться, он всех нас обнимал. Но вы еще работали как Оксана Корнеевская, да? Да, я еще работала. Я поменяла, когда я вышла уже, и там я встретила своего мужа, ну все, в общем, как-то вот. Он тоже певец. Он певец, тенор, он был, кстати, в Архангельске, я не знаю, когда, но был. Ну вот вы на таких подмостках выступали, да, и Ласкало, и Рио-де-Жанейро, вот там какие-то свои особые критерии, вот это волнительно, что-то нужно другое, требования какие-то? Нет, нет, критерий, вот скажем, мировой стандарт, он один. Вот есть, скажем, великие певцы, начиная с Лучану Поворотти, Марии Калас, Монсеррат Кабалье и так далее, и так далее, и та же Галина Павловна Вишневская. И вот это тот, та вершина, которая, в принципе, стремится, как Архипова. Мне всегда, моя педагога говорила, всегда слушай Архипову. Она поет так, как нужно петь. То есть у нас были всегда те певцы, на которых мы всегда стремились. Но все-таки вот русская оперная школа, это какая-то особая? Особая, конечно, все зависит от языка. У нас более сильные голоса. У нас мы физически, конечно, мы другие. Потому что в Европе поет более, так сказать, скромный. И они привыкли петь более, ну скажем, наверное, слово можно подобрать культурно, хотя мы тоже культурно поем. Но у нас манера такая более открытая, скажем так, более прикрытая. А есть у вас некие, может быть, кумиры среди своих коллег по цеху? Или не нужно заводить кумиров? Вот ты знаешь сам свою дорогу. Ну вот вы ориентируетесь на Архипову. А зачем? Ну вот я делала и Синявска, и Образцова. И у каждой певицы есть свои, скажем, достоинства. И, конечно, на них обращаешь внимание, стараешься перенять какой-то нюанс. Я даже у Галины Павловны перенимала какие-то звуковые, звуковую манеру. Вот хотя она сопрано, и я моется сопрано. Но, тем не менее, копировать и так вот смотреть кому-то... Нет, это... Вроде не нужно, да? Как, кстати, вчера мне девушка сказала, репортер, одну очень интересную вещь. Такая... Как же она выразилась, сейчас скажу. Она сказала, что вот те люди, с которыми мы встречаемся, педагоги, они в нас создают особый калейдоскоп. То есть мы у каждого педагога, у каждого человека, мы берем что-то и выкристаллизовываемся. И то есть получается действительно калейдоскоп. Из манер, из информации той, которую мы собираем. У вас уже есть какой-то окончательный образ себя? Наверняка нет, потому что человек, он не может стоять на месте. Мы или деградируем, да, или прогрессируем. А что-то такого стационарного в природе в принципе не существует. Поэтому надо все время стремиться для того, чтобы расти внутренне. Вот вчера на пресс-конференции, когда фонд «Таланта мира» проводил в Поморской филармонии, Давид говорил о необходимости воспитания слушателя классической музыки. Это действительно что-то особое, как вы считаете, слушать классическую музыку, оперное искусство? Да, я хочу сказать, что вы сказали о Давиде. Я считаю, что он гениальный человек в том плане, что он, есть такое слово, как сказать, он горит этим желанием. Он, помимо того, что он сам певец, и он берет, как на его взгляд, лучших певцов, он собирает, действительно вывозит нас, скажем, на зрителей. Энтузиаст, вот это слово. Он энтузиаст своего дела, и сейчас таких людей очень мало. Я ему благодарна, потому что я искренне, вот абсолютно искренне хочу, чтобы в нашей стране люди действительно любили оперное искусство и ценили его, потому что на самом деле через искусство, через это восприятие, это культура внутренняя. И мы действительно, мы воспитываем людей, зрителя. И вчера замечательная девочка. Вчера на концерте был мальчик маленький, ну ему лет, наверное, 8, может быть, 10. И девочка, и директор филармонии сфотографировала ее. Она, знаете, как села, она так. Она сидела с открытым ртом и смотрела весь концерт. Понимаете, то есть человек впитывает не то, что там, не знаю, ну какая любая песня, а я сяду в кабриолет, да, а когда мы поем о высоких каких-то чувствах, о том, что, ну какую, допустим, название. Она, наверное, ловила вот эту музыку, ваше исполнение, голос. И, знаете, даже, наверное, может быть, и голос. Она пыталась понять, что происходит, потому что это на самом деле это чудо, да, когда человек стоит и заполняет зал своим голосом. Вот это уже настоящий зритель, да, он уже с детства. Она понимает, что здесь что-то, что-то есть настоящее, да. Не микрофон у тебя во рту стоит, да, и что непонятно, там дяденька подкручивает. Рождается вот здесь вот, да. Да, слушатели, конечно, ну его ведь сложно очень воспитать, да, это же очень кропотливая и постоянная работа, и там не одного года. Вообще, да, ну конечно, если начинать с детей, у меня, слава богу, они есть, конечно, в первую очередь родители должны прививать, то есть должна стоять, ставиться музыка, допустим, дома, хотя бы раз в неделю, так, ну так вот, фончиком, какая-нибудь классика-то, пусть. Кстати, дети у вас театрами воспринимают. Они у меня, в общем, с малых лет все время ездят за мной, они даже в Бразилии, они учились в бразильской школе, переехали в Аргентину, они в аргентинской школе учились, значит, там они португальский язык выучили, причем младшим уехали туда. У нее у вас такие дети мира. Да, она уехала, то есть старшая у меня как-то еще английский язык учила, она знала, уже как бы есть такой момент, скажем, на слух воспринимается уже, да, язык, другая речь. А младшая, она не учила никогда язык, и она три месяца молчала. И мои знакомые говорят, а что она ничего не говорит, хотя бы там слово какое-нибудь сказала по-португальски. Мы ее отправили в школу, причем мы пришли и сказали, что вот девочка как бы не знает, и они говорят, ничего, но там замечательные люди, там нет какого-то снобизма. Они ее взяли сразу в школу общеобразовательную, и она буквально через три месяца стала говорить и писать одновременно на португальском языке, на чистом. Она лучше меня его знала, хотя я сразу, я приехала, ну, поскольку я знаю итальянский язык, а это одна группа, португальский, испанский, это все из одной группы. Мне нужно было чуть-чуть, скажем так, подправиться, перестроиться. Ну, я, конечно, учила, то есть я каждое утро вставала, там какие-то важные фразы, потому что надо было общаться, надо было знать вообще где-то, с кем-то общаться, и в тот же магазин пойти, чтобы купить что-то. Интересный момент, я пришла в магазин, мне нужно купить была просто соль. — В Португалии? — В Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Я прихожу и говорю, скажите, пожалуйста, ну, он де салт, сал, сал. И я не знала, как им сказать. Ну, как она пишет, соль, да? Сол, салт. И я уже думаю, ну, как им объяснить? Они меня не понимают. А потом оказалось, соль пойти, сау, сау всего лишь. Это вот такие нюансы, вот вроде и то же самое. — Но дети не пошли по вашим стопам, на сцену, поют? — Нет, нет, они у меня учились в музыкальной школе. — Музыкальное образование есть, да? — Есть музыкальное образование, но старшая сейчас у нее ЕГЭ, вот буквально завтра она сдает второй экзамен. Она будет в государственный университет поступать. А средняя дочь, она спортсменка, она сейчас в Олимпийском резерве под дзюдо. Вот мы ее, так сказать... — А вы не жалете, что вот они все-таки актерскую вашу судьбу не разделили, не пошли дальше? — Нет, нет, абсолютно. Я вообще человек должен сам выбирать свой путь. — Но тем не менее... — Нет, я их направляла, конечно, я пыталась. Но знаете, ну, когда это не приживается, ну, зачем вносилась организм? — Но тем не менее, вы сказали, что музыкальную школу они закончили. То есть вообще понимание искусства, да, это важно в человеке. Будет он дальше или нет, это уже другое. — Они сами решат, если им нужно будет это. Я же тоже, в принципе, когда музыкальную школу закончила, я уже шла туда, скажем, в училище уже сознательно. Я этого уже хотела, мне это было интересно. — Мы вернемся вот как раз к классическому оперному искусству. Вчера тоже на пресс-конференции упоминалась такая фраза, как «нескушная классика». Вот это что такое? Мы говорим о привите понимания, что такое искусство, да, с детства. И вот «нескушная классика» — это... Ну, обычно, знаете, ассоциируется оперный певец со статуарностью. Вот он, рояль стоит на сцене, выходит певец, руки сложил перед собой и начинает петь арию с каменным лицом. Такой был момент, такой период времени был, это были советские времена, потому что нельзя было двигаться на сцене. Вспомните, да, даже в эстраде стояли, максимум поворачивали корпусом. Ведь любая ария, ну, мы берем, допустим, сцену как оперные какие-то арии, да, там все равно происходят какие-то перемещения по сцене. Это одно. Но существуют еще романсы и песни, их же тоже можно сыграть. Их же тоже... Это как общение со зрителем. У меня есть, допустим, один романс, называется «Нет, не люблю я вас». У меня есть замечательный режиссер, ему сейчас 76 лет, Андрей Николаев, народный артист, и он мне иногда ставит некоторые романсы. То есть вообще не со зрением. То есть я выхожу в зал и нахожу мужчину, из которого я начинаю работать, в смысле общаться в процессе пения. Но это интересно, это, кстати, на зал производит очень хорошее впечатление. Все начинают аплодировать, все радуются. То есть все равно контакт вот этот, когда ты стоишь на сцене, существует как бы четвертая стена, да. То есть зритель тебя, тем более все сидят снизу, ты стоишь на возвышении, как на пьедестале, да. Но когда ты выходишь в зал к зрителю, вот тут происходит вот это вот органическое взаимодействие. Ближе тогда, ближе сделать. И людям интересно, потому что когда ты там, одно восприятие, когда ты спускаешься по лестнице вниз, они тебя могут пощупать там, да. Что действительно это вот из вас только выходит голос. Да, что нигде-то у меня там микрофон прикручен, да. То, что я живой человек, я вот общаюсь. А я вот помимо музыки спрошу, чем вы увлекаетесь еще? Я знаю, что вы участвовали в кулинарном шоу. Да, участвовала, ну, знаете. В телевизионной программе. Да, 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 с Наташей Королевой. Я в какой-то период стала отказываться, что у меня есть маленький ребенок, ему три годика будет только в августе. И мне на самом деле некогда было. Я просто сейчас, если у меня поступают предложения, я отказываюсь, потому что мне хочется, когда я дома, больше быть с ним. Потому что мои дети старшие, скажем честно, были в основном с дедушкой, с бабушкой. А вот младший как-то, я уже в таком возрасте, что мне хочется все-таки вложить в него больше. И наблюдать, как он все-таки развивается. Да, там это немножко другое. Да, кулинарное шоу. Ну, я там проиграла. Потому что у них сломана была духовка. Вот как. Да. Ну, я, ну, ладно, проиграла и проиграла. Ну, то есть кулинария, это не ваш, в общем, конек? Нет, почему я могу? Мне, я люблю готовить. Ну, какое-то хобби есть у вас, вот, у оперной певицы? Бывают хобби? Или вы вся в музыке, и тут уже... Хобби? Знаете, нет. Знаете, почему? А нет, хобби есть, наверное. Есть, это тренажерный зал. Да, это хобби, я считаю. Но это уже даже необходимость? Это физическая необходимость, да. А за голосом, кстати, как следите? Это ведь тоже ваш инструмент? Ну, конечно, в первую очередь нельзя курить. Вот, нам вчера предлагали коньяк. Но я отказалась, потому что у нас сегодня концерт. Вот видите? Тоже, да? Тоже, да. Вот какие. А говорят, еще яйца надо сырые есть, нет? Нет, это заблуждение. Нет, просто нужно следить за собой, чтобы просто, в принципе, быть здоровым человеком. Ну, конечно, если какие-то у нас переезды, вот эти вот дальние расстояния, конечно, мы пьем витамины. Ну, там, ну, есть всякие там приспособления, скажем, такие, чтобы человек, чтобы быть в форме физической. Потому что, если часовые пояса, допустим, меняются, когда ты хочешь спать, а тебе нужно выходить и включать мотор, и надо, чтобы все, то есть профессион де фуа, как. Помните, вот в известном фильме говорил режиссер. Поэтому, конечно, есть приспособление, но секрет. Это наш секрет. Хорошо. Ходите на концерты, да? Да. И разгадывайте сами концерт. Ну, и последний вопрос. Очень интересная беседа. Я думаю, что еще бы можно было продолжить, но вот, к сожалению, время немножко поджимает. Ваши творческие планы? Такой традиционный? Сейчас скажу. Нашу северную землю, дальше куда? Сейчас я возвращаюсь в Москву. У нас будут концерты еще в Москве. У нас планируются концерты в Крыму. У меня планируются концерты, не концерты, а спектакль в Германии. Потому что я участвую в такой антрепризе, скажем, спектакль необычный достаточно. Клоуны и оперное пение. Такой юмористический спектакль. У как раз Андрей Николаев, режиссер-постановщик этого спектакля, скажем, называется «Музыкально-комический спектакль». Ну, мне вообще интересно радовать людей со сцены, потому что нельзя, даже драматическое все должно быть. Можно и посмеяться. И, в общем, где-то, скажем, наверное, с ноября месяца у нас будет тур «Кастрольный по Германии» вот с этим спектаклем. Я надеюсь, что это произойдет. Может, в Россию привезете? В России, да, скорее всего, что да. Не знаю, но это не от меня зависит. Я исполнитель, да. Вот мне импресарио сказал, что едем тогда-то. Я поехала. Я еще с Давидом у нас планируется осенью, по-моему, с конца сентября и до конца октября, начало ноября. Еще тур какой-то. Спасибо. И, наверное, еще один вопрос не могу удержаться. Как же все-таки стать звездой? Может быть, какие-то советы тем? Вот этой девочке, которая у вас сидела на концерте. А не надо хотеть стать звездой. Не надо хотеть стать звездой. Надо просто любить свою профессию. Нужно любить свой народ, как бы это высокопарно не звучало. Нужно просто любить свое дело, которым ты занимаешься, и делать его от чистого сердца. И, в общем, тогда тебе и зритель воздаст, и тебя будет интересно слушать, и тебя будут хотеть видеть на сцене. Вот и весь секрет. Спасибо вам и удачи. Спасибо большое. В студии была гостья Архангельска, оперная Примадонна, лауреат международных конкурсов, столистка театра в Буанас-Айресе, оперного театра города Риа-де-Жанейро, Элизабет Энарис. Шаляпин писал, я убежден, что ключ к решению проблемы пропаганды оперного творчества при общении в миллионной аудитории к высокой вокальной культуре. Вот такие дела. До встречи.